Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по первому соборному посланию святого апостола Иоанна Богослова. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И себе пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Это послание любимого ученика Господа, святого апостола Иоанна, и оно начинается с провозглашения апостольского свидетельства, на чем вообще основана наша вера. Разные учения, разные доктрины, разные представления о мире, они имеют разные источники. Какие-то из них основаны на рассуждениях мудрых людей, ну, например, на философии Платона. Платонизм — это рассуждения Платона и последующих его учеников. Буддизм — это учение, которое выдвинул Гоутама Будда. Но в чем резкое отличие именно Евангелия? Оно стоит на свидетельстве. На свидетельстве об определенных событиях, которые произошли в вот этом внешнем физическом мире. То есть речь идет не о том, что вот людям было видение, или у людей люди пережили мистический опыт, или люди долго размышляли, пришли к каким-то выводам. Речь идет о неких событиях, которые произошли в истории. И апостол Иоанн подчеркивает, что мы видели своими очами, рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Под словом жизни Иоанн тут имеет в виду, конечно же, Господа нашего Иисуса Христа. И он подчеркивает, что свидетельствует о лично пережитом им опыте. То есть не о видениях и откровениях, хотя им есть место, конечно, в Божьем замысле, не о своих каких-то собственных рассуждениях, а о том, что он лично видел воскресшего Господа. Он говорит, жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. То есть апостолы являются свидетелями воскресения Господа. Это очень важно, поскольку наша вера, она стоит на свидетельстве апостолов. И тут нам стоит немножечко остановиться и задуматься о том, насколько глубоко достоверно это свидетельство. Есть большая область науки, библистика, которая изучает Новый Завет просто как сборник исторических документов. Библиисты бывают христиане, бывают иудеи, бывают атеисты. То есть люди самых разных воззрений, и они подходят к Библии просто как к набору текстов. Не как к священному тексту, который они истолковывают, но как просто к определенному набору исторических документов, которые возникли в определенное время. И историки изучают на основании этих документов историю ранней церкви, как она возникла. И вот все специалисты в этой области, и верующие, и неверующие, сходятся на том, что Иисус Христос, как историческая личность, несомненно существовал. Вот в этом нет сомнений ни у кого, кто занимается вообще этим вопросом. Да, у нас отрицалось в Советском Союзе, что Иисус был историческим лицом вообще. И есть некоторые упорные атеисты, которые настаивают на том, что Иисуса вообще не было. Но вот те атеисты, которые вообще разбираются в вопросе, например, есть такой неверующий библеист Барт Эрман, он даже там целую книжку написал «А был ли Иисус?», чтобы объяснить своим неверующим собратьям, что Иисус все-таки был, отрицать его существование – это антинаучно и нелепо. Второе, на чем все согласны, это на том, что у Иисуса были ученики, что Иисус был распят, и что после его смерти его ученики стали горячо проповедовать, возвещать, что он воскрес из мертвых. Вот это историческая канва, в которой никто не сомневается. Ни христиане, ни нехристиане – все, кто внимательно исследует новозаветные свидетельства. При этом, конечно, атеисты, неверующие люди, они не принимают этого свидетельства апостолов. Они говорят, что мы не знаем, что там было, но, конечно же, чудес на свете не бывает, Христос не воскресал. Но они согласны, все согласны на том, что апостолы проповедовали воскресение Христа из мертвых. Что вот есть такая группа людей, которая возвещала, что их недавно казненный учитель на самом деле воскрес из мертвых. И это вот то, что мы знаем на уровне истории, не на уровне веры. Вера – это когда мы принимаем свидетельство этих апостолов. И у нас есть основания для того, чтобы его принимать, потому что, ну, мы можем рассмотреть варианты. Вот у нас есть группа людей, которые возвещают, что они видели воскресшего. Либо они говорят правду, либо они говорят неправду. Если они говорят неправду, то они либо знают об этом, либо нет. Либо это сознательный обман с их стороны, либо нет. Если это сознательный обман, то это так называемая теория заговора, что апостолы сговорились намеренно лгать о том, что Христос воскрес. И эта версия впервые появляется. Власть ее выдвигают, об этом упоминается в конце Евангелия от Матфея, что ученики украли тело его, пока мы спали. Это известный случай, и время от времени появляются различные теории заговора, которые разбиваются об одну важную причину. Это отсутствие мотивации. Обычно люди составляют заговоры, чтобы добиться власти, добиться могущества, отомстить врагам. То есть, добиться каких-то понятных результатов. Все, чего добились апостолы, это гонение, преследование, и большинство из них умерли насильственной смертью. Второй сокрушительный долг против теории заговора, это есть такая известная немецкая поговорка, что знают двое, то знает и свинья. Ну, свинья, это, мы бы сказали по-русски, всякая собака. А что знает двое, то знает всякая собака. Всегда найдется кто-то, кто всех сдаст. Особенно перед лицом давления, перед лицом преследования. Всегда найдется какой-нибудь человек, который проболтается. Поэтому теория заговора, она никем, в настоящий момент не принимается всерьез. И те люди, которые не хотят верить, они предпочитают верить в то, что явления воскрешшего Иисуса Апостола были галлюцинациями. Это им привиделось. Они были в большом шоке после смерти своего учителя. Они испытывали чувство вины и стыда, что они все разбежались. И вот он им привиделся. Они напряженно ожидали, что они его видят. Но на самом деле мы видим из Священного Писания, что апостолы не были в напряженном ожидании, что вот сейчас Христос воскреснет. Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Они даже сначала не поверили, когда им возвестили об этом жены-мироносицы. И самая главная проблема с теорией галлюцинации — это, а куда делось тело? Теория галлюцинации предполагает, что апостолы не угали сознательно это им все привиделось. Но чтобы им не привиделось, им достаточно было прийти к гробнице Господа, чтобы увидеть, что тело там лежит, и он остается мертв. Таким образом, теория галлюцинации тоже сталкивается с огромными затруднениями. Ну, хотя бы еще то обстоятельство, что, как говорится в известном мультфильме «Каникулы в Простоквашино» с ума сходят поодиночке, это только гриппом все вместе болеют, что апостолы начали галлюцинировать одновременно всей группой. Это тоже выглядит крайне неправдоподобно. И единственное правдоподобное объяснение — это то, что они говорят правду, действительно, действительно они видели воскрешего Господа. И вот об этом нам возвещает апостол Иоанн. «Мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы...» С какой целью он все это возвещает? Вот зачем он нам это все говорит? «Христос воскрес, что из этого следует? Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Проявление веры — это общение с нами, то есть с кем? С апостольской церковью. Это очень важный момент, потому что нередко бывает, что человек в принципе не спорит, что Христос воскрес, он в принципе согласен, он не собирается ругаться на эту тему. Да, бывают пламенные атеисты, которые будут долго ругаться и спорить, но бывают люди, которые согласны. Ну ладно, воскрес, если вы так настаиваете. Но чем это отличается от подлинной веры? Очевидно, вера это еще не является. Тем, что вера приводит к общению, как пишет апостол Иоанн, с нами, то есть с апостольской церковью. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть вера проявляется в общении с церковью. Христос спасает нас в церкви, а не как отдельно стоящих гордых одиночек. Христианство не существует без церкви. И если мы читаем Новый Завет, это достаточно очевидно. Христианин — это всегда член церкви, всегда член христианской общины. Отдельно стоящего христианина, который ни с кем не пребывает в церковном общении, не бывает. Это нонсенс, и не церковное христианство — это противоречие в определениях. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Апостол говорит о том, что наша радость должна быть совершенна, потому что мы должны быть уверены, мы должны не колебаться в том, что Христос, несомненно, действительно воскрес из мертвых. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это очень важный момент, потому что религии мира, философские системы мира, они ставят перед собой вопрос, какова высшая реальность. Что лежит в основании мироздания? Что существует на самом деле и является источником всего остального? Атеисты, материалисты говорят, что первоисточник всего — это материя. Это материя, которая бесконечно долгое время движется по неизменным законам природы, в ней развиваются всякие слепые, стихийные, абсолютно бессмысленные процессы. И как-то эти слепые стихийные процессы в итоге приводят к появлению жизни и разума. И разум возник случайно в том смысле, что он не является чьим-то замыслом. Никто не хотел, чтобы мы тут появились. Мы просто так возникли в результате действия каких-то слепых сил, как говорит известный атеист Ричард Докинс, «Во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия». Так на мир смотрят атеисты. Есть другие взгляды на мир, есть некоторые религиозные системы, которые говорят, что абсолют, который лежит в основании всего, он внеморален, он является и созидателем, и разрушителем, как изображаются некие индуистские божества, они изображаются одновременно и созидателями, и разрушителями. Некоторые говорят, что представляли себе бога, например, Аристотель, некоторые античные мыслители, представляли себе бога, которому, в общем-то, нет дела. До мира он погружен в размышления о самом себе. Ну, поскольку он есть совершеннейшее совершенство, он помышляет о совершенстве, то есть о себе. Ну вот апостол отвергает, конечно, все эти представления, он говорит, что бог есть свет, бог, безусловно, нравственно, благ, бог абсолютно благ, бог абсолютно добр, и это очень важное возвещение в том плане, что в основании реальности лежит бесконечная любовь и милость и благость Божия. Самое реальное, самое настоящее, что есть в этом мире, это любовь Божия. Помню, я смотрел какой-то фильм, и там один персонаж, он разбойник, и он говорит, есть такая наука-философия, все живое грезет друг друга. И действительно, для некоторых мировоззрений фундаментом жизни является безжалостная конкуренция, выживание приспособленных, все живое ест друг друга, а любовь, милость, сострадание, человеческая солидарность, это какие-то побочные эффекты, это что-то такое, что не укоренено в сути мироздания, это что-то такое, что появляется очень поздно и, возможно, является неким сбоем в природной программе. Библия говорит совершенно обратную вещь, что первична любовь, что грех, конкуренция, борьба, взаимная грязня, это есть результат удаления от этой любви. И это послание, которое мы должны уразуметь, когда мы его уразумеем, оно перевернет всю нашу жизнь. И апостол продолжает, если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что мы имеем общение с ним, с кем мы имеем общение? Мы имеем общение с первоисточником всякой любви и благости, и милости, всего доброго и прекрасного. Еще древнегреческий мыслитель Платон говорил вот об этой триаде, истина, добро и красота. И вот мы входим в общение с первоисточником всякой истины, всякого добра и всякой красоты. И апостол говорит, если мы ходим во тьме, то мы уже не поступаем по истине. Ну, что значит ходить во тьме? Это значит творить дела тьмы, поступать как люди, пребывающие во тьме. Поступать как люди, которые руководствуются не любовью Божией, а какими-то другими соображениями. Если ходим во свете, ходить, ну, значит, жить. Например, когда говорится, что Авраам ходил перед Богом, значит, его жизнь протекала перед Богом. Он жил в сознании того, что над ним есть Бог, и что он Богу подотчетен. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, то есть с церковью, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть жертвенная смерть Господа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Апостол обращает внимание на то, что мы все грешны, и когда мы ходим во свете, это становится заметнее, это становится ярче. Ну, понятно, что человек, который сидит в абсолютно темном, глухом подвале, он может мечтать о том, что на нем белоснежный китель. Но когда появляется какой-то очень-очень тусклый, очень такой невнятный свет, он начинает замечать, что, возможно, китель и не столь белоснежный. Но если он выйдет на яркий свет, на улицу, залитую солнцем, он обнаружит, что он одет в какие-то невероятно грязные, вонючие лохмотья. И так же происходит и с грехами. Человек, который находится во тьме, он не видит своего греха, он считает, что так и надо. Если и убил кого-то, только по делу. Злодеи, которые сидят в тюрьмах за тяжкие преступления, это отбывают огромные срока, как свидетельствуют тюремные психиатры, психологи, они иногда, это признак закореневого злодея, они абсолютно не признают, что они сделали что-либо не так. Они считают, что их самих спровоцировали, их обидели, а вот не надо было им дерзить, а вот не надо было оказывать сопротивление. И они считают себя ни в чем не виноватыми. Один из самых страшных злодеев человеческой истории, Пол Потт, который был правителем Кампучии и погубил, по разным данным, от пятой части до третьей своего населения, когда уже в эмиграции, когда он был вынужден убежать из страны, когда его разыскали, журналисты у него спросили, не сожалеете ли вы о том, что столько людей погубили, он сказал, нет, моя совесть чиста, я должен был так поступать, кругом были предатели, вьетнамцы хотели нас завоевать. То есть, признак страшного злодея, это то, что он как раз себя страшным злодеем не считает. Признак обычного человека, средней плохости, это то, что он иногда в состоянии признать. Да, вот, я плохо поступил, мне как-то стыдно, мне как-то неловко, вот не надо было мне так делать. Святые люди, это люди, которые постоянно оплакивают свои грехи. Помню, когда я был только новообращенным православным христианином, я читал молитвослов, и мне немножко вызывало какое-то недоверие. молитва святого такого-то, а он плачет о том, какой он грешник ужасный. А потом я понял, что так и есть, что святой, который пребывает во свете, он видит свои грехи более отчетливо, и признаком того, что человек пребывает во свете, является познанием своего греха. И если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Мы на самом деле грешники, и мы должны этот факт о себе принять, и как мы должны на это реагировать, говорит апостол, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бывает обратное несчастье, обратное заблуждение, никогда человек не видит свои грехи, а когда человек видит свои грехи и приходит по поводу их в чрезмерное уныние или даже отчаяние. И такой человек должен просто поверить и положиться на слово Божие, которое содержит вот это обетование. Ну, обетование — это одно из ключевых слов в Писании, которое значит просто обещание, Бог что-то обещал. И вот Бог обещает, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть, если человек принес эти грехи на исповедь, если он их исповедовал, какие бы они ни были тяжкие, какие бы они ни были ужасные, то Бог его простил, он очищен от всех этих грехов, он очищен от этой неправды. И если бесы приходят его смущать и приводить в уныние его прошлыми грехами, то он должен смело вспомнить это обетование, что Слово Божие обещает. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. И апостол далее напоминает, если мы говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и Слова его нет в нас. Поскольку Христос есть спаситель грешников. Если человек считает себя невидным и безгрешным, то Христос за него не умирал, получается. И человек объявляет все Евангелие ложным. И, соответственно, не может быть, конечно, христианином. Слова его нет в нас. Такой человек пребывает, увы, в печальнейшем заблуждении. Но мы продолжим рассматривать первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok